Шейх Абульфаттах Абу Гудда, известный сирийский алим, писал, что слышал следующий случай от одного ученого из Пакистана. Однажды некий человек поехал в гости к одному из правителей Северного Пакистана. Когда правитель принял его и спросил о его делах, он стал перечислять длинный список жалоб, рассказывая о всех трудностях, которые он испытывал. Перечислив все свои жалобы, он сказал правителю, «Как тебе повезло, ты ведешь роскошную и спокойную жизнь, ты наслаждаешься вкуснейшей пищей и сладким сном, и твоя жизнь свободна от всех проблем и забот. Ты правитель, поэтому все, чего ты желаешь, представлено перед тобой». Услышав это, правитель ничего не ответил. Некоторое время спустя правитель пригласил этого человека к себе домой на обед. Однако над местом, где должен был сидеть гость, он повесил острый обнаженный меч. Кроме того, меч висел на тонкой нити, которая могла порваться в любую секунду. Когда человек увидел, что над ним висит меч, грозящий в любой момент упасть на него, им овладел такой страх, что он потерял интерес к еде. Правитель настаивал его отведать угощение, говоря, «Ты можешь есть из всех блюд, которые мы подали. Все они вкусные и восхитительные». Однако мужчина ответил, «Какой бы вкусной ни была еда, мой страх перед мечом, висящим надо мной, лишил меня удовольствия от еды и заставил меня потерять всякий интерес к ней». Тогда правитель сказал, «Это именно та жизнь, которой ты завидуешь. Ты стремишься вести тот образ жизни, который веду я, в то время как ты совершенно не осведомлен о реальности моей жизни и о том, через что я прохожу. Всю свою жизнь я нахожусь в том состоянии, в котором ты находишься сейчас, пока над тобой висит меч. Причина в том, что моя жизнь постоянно находится в опасности со стороны моих врагов и ближайших соратников, которые хотят отнять у меня власть. Я живу в постоянной опасности того, что они могут убить меня, смешав яд в мою еду, или убить меня, пока я сплю, либо подстрекать народ к восстанию против меня. Я постоянно страдаю от сомнений, бессонницы, страха и беспокойства. Каждую минуту своей жизни я вынужден быть бдительным. Однако тебе повезло. Ты спишь в тишине и безопасности, гуляешь в тишине и безопасности, ешь в тишине и безопасности. И независимо от того, путешествуешь ли ты или находишься дома, ты наслаждаешься покоем и безопасностью. Ты тот, кто ведет завидную жизнь, а не я. Услышав это, мужчина признал правоту правителя и воздал хвалу Аллаху за жизнь, которую Всевышний ему дал. Вне зависимости от того, насколько хороша жизнь человека и какими благами одарил его Аллах, он всегда будет чувствовать, что другие люди более удачливы, чем он. На самом деле это ловушка шайтана. Он заставляет нас видеть блага других, в то же время ослепляя нас к благам, которые есть у нас самих. В отношении благ этого мира мы всегда должны смотреть на тех, кому повезло меньше, чем нам, поскольку это заставляет нас обратить внимание на ни'маты, которые дал нам Аллах. Аллах любит нас и знает, в чем благо для нас. Иногда мы желаем что-то, но не получаем. Вместо этого Всевышний воздает нам чем-то лучшим в этом мире или в следующем. Мы, возможно, не понимаем или не видим бесконечную мудрость, стоящую за решением Аллаха, но, тем не менее, мы должны полагаться на всемогущего и всегда оставаться довольными его решением. Большинство людей всю свою жизнь трудятся, чтобы накопить богатство, убежденные, что богатство и изобилие гарантируют им жизнь полную счастья и радости. Однако богатство и власть – не гарантия счастья, так как многие богатые люди живут в постоянном страхе и стрессе по поводу безопасности своей жизни и богатства. И наоборот, есть много людей, которые не богаты, но ведут счастливую и довольную жизнь. Таким образом, мы должны научиться быть довольными и благодарными за то, что у нас есть. И это – ключ к счастливой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok